Пашинян убеждает даже самых ярых националистов в необходимости мира с Азербайджаном. Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает подвергаться резкой критике националистических и реваншистских сил в стране, которые не могут принять его конструктивной позиции на переговорах с Азербайджаном. Подконтрольная армянским националистам издание Yerkramas опубликовала очередную статью, в которой обвиняет Пашиняна в предательстве интересов Армении. Статья, как обычно, изобилует оскорбительными выпадами в адрес руководства Армении. Однако в отличие от предыдущих похожих статей в этот раз в риторике армянских националистов прослеживается безысходность и сожаление о том, что в Армении практически не осталось авторитетных лидеров и политиков, которые могли бы выступить против идеи братания с турками. Автор статьи обрушился с критикой в адрес первого президента Армении Ливона Тер Петросяна, который хранит молчание по поводу происходящих в регионе событий и фактически занял соглашательскую позицию в отношении политики Пашиняна. Досталось и лидеру националистической организации САСНа Церер Жирайру Сифилиану. Позиционирующий взыскателям Армении от моря до моря, пропагандирующим за Арцах от Аракса до Куры Жирайру Сифилиан тоже молчит и не реагирует на заявления Никола Пашиняна. Между тем, как в 2016-м, когда Церер захватывали полк ППС, они обосновывали это желанием сорвать так называемый план Лаврова, говорится в статье армянских националистов. Фактически Ерк Рамос признает тот факт, что идея начать мирный диалог с Азербайджаном и Турцией все больше укореняется в общественно-политическом поле Армении. Николу Пашиняну, которого еще полгода назад все националисты называли предателем, постепенно удается убедить армян отказаться от реваншистских идей. Это тот случай, когда молчание действительно — знак согласия. Однако молчание в данном случае настолько громкое, что слова здесь становятся излишни, говорится в статье.